Добрый день! Это проект «Ноофис» Ертаса Талдахалана и передача «Арамбар». Сегодня мы говорим в очередной раз о проблемах, вопросах, чаяниях нашей современной молодежи. Мы пытаемся каждый третий выпуск как минимум посвящать ее проблемам. Сегодня у нас в гостях первый проректор Инновационного юридического университета Лиаля Сырымбетова. Добрый день! Спасибо, что согласились прийти. А вот одна из наших главных задач, проект «Ноофис» — это борьба с бытовой коррупцией. Например, не так давно наши педагоги провели такую акцию «Учителя подарков не берут». Что нужно сделать? Что нужно донести до студентов, до преподавателей, чтобы подобные знаки внимания остались в прошлом? Во-первых, спасибо за приглашение. И абсолютно согласна, что приветствую за то, что вы каждую третью передачу, как вы говорите, посвящаете вопросам молодежи. На самом деле это всегда актуально, это всегда тревожно, особенно для старшего поколения, потому что молодая генерация всегда создает свой образ, свой стиль жизни. Для нас, например, было делать подарок, в нашем детстве, делать подарок у «Члем» — это было нормально. Подарок, в смысле, цветы на праздники. Коробку конфет, возможно. Но, видимо, сейчас принято всё-таки такое жёсткое решение избегать, исключать, возможно, подарки и так далее. Это правильно. У нас просто в первый случай доходит до того, что люди собирают деньги, дарят телевизор, вот такой большой диагонали, или какие-то золотые украшения учителю, рассчитывая на лояльность по отношению к своим детям. То есть, понимаете, это вот корыстия, ошибка, прежде всего, родителей, задобрить учителя. Это неправильное поведение. Это как раз вообще начинать надо с родителей. Ответственность родителей за обучение и воспитание детей является краеугольным камнем. И вот формирование отношения к учителю — это тоже работа, прежде всего, родителей. Если они, я думаю, через подарки это делать, это всегда, ну, это дурной признак. Это дурное поведение. Задобривать не надо. С учителем надо адекватно общаться, и только через уроки, через задания, через учебу. Не надо выходить на личные примеры, на личную жизнь и так далее, понимаете, да? Учитель с учеником должен общаться вот только чисто по учебе. Предметом их общения является именно изучение того или иного предмета. И родители должны это понимать. И смотреть на учителя и ребенка через призму вот этих учебных заданий, которые они будут вместе выполнять. Вот в чем дело. Как только предмет уходит в другую сторону, предмет общения, все, нарушается педагогическое взаимодействие. Поэтому подарки, подарки это не нужно. Подарок для хорошего, нормального учителя, адекватного учителя — это хорошие оценки, хорошие, успеваемые своих детей. Вот и все. Да, это самый лучший подарок для них. Я напоминаю, телефон нашей прямой линии 8707-599-9305. Вы можете отправлять сообщения, мы их адресуем нашему гостю. Вот есть такое мнение, может быть оно заблуждение, что троечник более успешен в жизни, нежели отличник. Это вот заблуждение или это вот правда? Вот что показывает ваш опыт профессора педагогики? Что вот нужно давать молодежи в части привития прагматичного мышления? Ну что ж, на самом деле бытует такое мнение и в принципе такое повседневное практическое наблюдение, это за реальным процессами в жизни, доказывает о том, что троечники и двоечники были приспособлены к жизни. Понимаете? Это было связано опять-таки с тем, чему учили в школе. Если мы учили таблицы умножения и ученик выучивал это, то он был отличником. А на самом деле жизнь-то требует других вещей. Помимо знаний, теории, теоремы и так далее, да, жизнь требует других навыков, чтобы можно было бы ориентироваться в этой жизни, уметь добывать хлеб свой насущный, уметь проявлять, вступать в коммуникацию. Сейчас это называют soft skills, то есть мягкие навыки. Вот чему нужно учить сейчас, например, да? Нас раньше в школе учили только честное знание, набору суммы знаний. Легко освоил, это опять-таки в зависимости от способности ученика, да? Но это быть отличником в наше время было, это не означает, что вот он успешно мог быть в реальной жизни. Это прежде всего может быть оторванность содержания нашего образования в те годы от реальной повседневности. Поэтому троечники и двоечники, которые часто их ругали, часто их наказывали, они привыкают к этому и начинают бороться, понимаете? Бороться уже с реальными образами жизни. Вот в чем дело. Так что, ну, есть, наверное, доля правды в том, что вот, как вы утверждаете, что они более жизнеспособны. Ну, как вот исправить эту ситуацию? Как не давать людям, детям нашим расслабляться, все-таки, получать знания, культивировать их? Вот сейчас, спасибо за вопрос, я хочу вам сказать. Речь идет сейчас об обновлении содержания образования. Мы перешли на новые стандарты обучения, да? Основная цель вот этих новых стандартов, да, как раз-то обучать мягким навыкам. Вы посмотрите, даже ценности прописаны, никогда такого раньше не было. Ценности образования были прописаны, сейчас прописаны в наших стандартах. И прежде всего, умение добывать знания, умение самому учиться, и умение при этом проявлять уважение к тем, кто также добывает знания, и также помогает тебе добывать эти знания, то есть учителю, понимаете? Вот что такое наши стандарты. Там нет сейчас той теории, без которой, ну, есть, конечно, как мы математику без таблиц умножения будем изучать, правильно, да? Но факт заключается в том, цель наших стандартов заключается в том, что вот как раз надо уметь быть, как вам сказать, добывать эти знания и применять их в жизни, а не просто складывать эти знания, ну, в общую сумку, в общую корзину. Вот в чем дело. Вот это и есть прагматизм, если вот продолжить ваш вопрос, да? Прагматизм, ну, намного шире, чем просто, скажем, отношение к жизни или мягкие навыки. Прагматизм – это нравственность. Уметь быть прагматичным – это требование нашего времени, особенно сейчас. Это первая возможность, первый навык, который необходим для того, чтобы отвечать на глобальные вызовы. Понимаете, прагматизм… Вот я могу простой пример привести. Я часто бываю в общественных местах, в аптеках, ну, в магазины ходим, да, вот сейчас, в условиях пандемии. И часто я делаю людям, даже взрослым, замечания по поводу того, прошу вернее, не замечания, прошу надеть маску и правильно надеть маску. Я проявляю беспокойство о себе. Это прагматично. Но я проявляю также беспокойство о тех, кто рядом со мной. Мало ли, вдруг я носитель вируса. Я же этого не могу знать каждый день. Понимаете? И вот это вот, это моё прагматичное отношение к жизни, к моей, кстати, к рядом живущим. В то время, когда люди говорят, нет, я не хочу это… Ну, протестуют против масочного режима, например, да, это как раз есть не прагматизм, а это есть безнравственность и бездуховность. Мы недавно говорили вот в открытом эфире про коллективное сознание. Вот это есть коллективное сознание. Когда будет сформировано правильно коллективное сознание, тогда можно говорить о прагматичности. А у прагматичности основа – это духовность и нравственность. Вот, кстати, мы перешли к моему следующему вопросу. Вы как знали. А вот важно в студентах не только культивировать знание, да, прививать какие-то нравственные качества, духовного порядка в том числе. Вот давайте поговорим о добропорядочности. Вот как у студентов ИНО прививается добропорядочное поведение, мышление? Ну, это очень сложная тема на самом деле. Я хочу сказать, что у нас в стране создан департамент добропорядочности. Это первый, самый сильный шаг в сторону борьбы с коррупцией. Это самый серьезнейший шаг был. Как это можно было назвать, какую-то государственную структуру назвать добропорядочность? Это все равно, как если бы назвали бы мы сейчас какое-то министерство, министерство милосердия. Это непривычно. Но я хочу сказать, что вещи названы своими именами, вещи, и теперь уже есть возможность бороться. Понятно, есть директивные документы, есть какие-то институциональные документы, которые надо выполнять и делать. Что делается в этом плане у нас в университете? Ну, механизмов очень много. В первую очередь, это кодекс академической честности, он принят. И важно, чтобы каждый студент проникся. Не просто прочитал этот документ, а проникся этим документом и поверил в него. Второе, есть у нас, конечно, кодекс корпоративной культуры и этики. Это и для преподавателей, и во взаимоотношении с коллегами, и во взаимоотношении со студентами. Самым основным моментом является пример взрослого. Прежде всего, педагога. Неважно, преподает он инженерию, или преподает он металлургию, или преподает он психологию, неважно. Он должен проявлять вот это уважение к личности студента. Понимаете, что я хочу сказать? Вот это и есть добропорядочность. Просто быть порядочным. Есть еще серьезные механизмы чисто академического характера, как слепое оценивание. Мы запустили метод слепого оценивания. Оно требует, конечно, определенной подготовки в плане учебных заданий, в плане технического оснащения и так далее. Вот этот механизм работает. Конечно, работает совет по этике. Ну, разные моменты. Телефоны, доверие. Это все отработанные, проверенные инструменты. Но самое главное, это все-таки поведение взрослого. Как он себя поведет, так поведет и молодежь. Вот это нужно понять каждому взрослому. Потому что каждый взрослый является педагогом. Педагогом является не только тот, который имеет диплом. Каждый любой взрослый человек является педагогом, по сути, народным дедактом, как мы говорим. И вот его пример поведения является ярким примером того, как должен ли себя молодежь. Если взрослые не будут давать дорогу, скажем, недопрепорядочности, то тогда и у студентов будет со временем развиваться вот эта нулевая терпимость к проявлению коррупции и так далее. Но вот молодежь в том числе находится сейчас в плену соцсетей. Они видят какие-то образы успешных людей, которые добились чего-то легко, казалось бы, на их взгляд. Показывают некий праздный образ жизни, когда не нужно ничего делать, все остается довольно-таки легко. Вот скажите, как нам не потерять вот это поколение, чтобы они не остались в плену соцсетей? Ну вот мы вернулись к началу нашего с вами разговора вот в этом вопросе. Опять-таки прагматичность. Это же жить в иллюзорном мире, заведовать актером, мечтать стать актером, иметь, ну, сходу получить самолеты, какие-то яхты и так далее. Это и есть как раз непрагматичное отношение к жизни. Понимаете? И вот прагматичность как раз-то вот, ну, как вам сказать, человек должен о себе подумать. Как ему в этой жизни вот реально вот сейчас вот через полчаса после просмотра вот этих вещей, каких-то, да, вот, как мы говорим, жизни, фрагменты жизни звезд, успешных людей. Ну, это понятно, да? Ну, или псевдоуспешно, да. Вот это вот как раз и есть непрагматичность. А он должен прекрасно понимать, что через полчаса все это закончится, и он должен пройти, ну, элементарно сесть за компьютером, начать урок, например. Или же пройти и приготовить себе кушать. Вот они, реальные жизни. Да, иллюзорность может присутствовать. Да, молодежь легко завлечь яркими вещами такими, да. Ну, противодействовать этому опять-таки можно через вот общение взрослых опять-таки. Взрослые, маленьких детей мы должны контролировать. Мы должны прививать вкус. Вот журналисты, кстати, да, вот это огромная такая сила, да, вот они тоже должны прививать к культуру просмотров, к культуру отбора информации, уметь вот критично относиться к любой информации. Да, это хорошо, кто-то имеет возможность для кого-то пример. Но насколько это мне нужно сейчас? Насколько прагматично мне в мое время вот сейчас? Или что я должен сделать, чтобы быть таким, например? Продвинуться к успеху. Я вот высказал, что вот молодежь плену соцсети. Вот как вы считаете, это действительно так? Или, может, я преувеличиваю эту проблему? Нет, понятия кибербезопасности есть. И киберопасности тоже есть. Мир виртуален. Сейчас мы на самом деле виртуален, и эта проблема, она существует. И, опять-таки, трудно сразу вам сходу ответить, что нужно для этого делать. Для этого просто, опять-таки, пример взрослых. И контроль, особенно над детьми, контроль взрослых над тем, что они смотрят, каким образом они смотрят, как они реагируют, и вести беседы. Это я к тому, что молодежь, например, она уходит из реальной жизни в какую-то виртуальную, но полностью в реальную потом не возвращается. Да, это одна из... Да, в сознании она у них остается. Ну вот, например, доктор Курпатов называет это информационной псевдодебильностью. Он уже, как бы, такие вещи говорит несколько на грубом языке таком. Ну хорошо, давайте эту тему, наверное, это действительно тема для большой дискуссии. Она очень серьезная, большая тема, на самом деле. Для большой, обширной дискуссии, да. Для большой, обширной дискуссии, да. А вот все-таки хотелось бы сравнить вот нынешнюю молодежь из той, которая, например, была 20 лет назад. Чем мышление отличается от таких двух поколений? Мышление? Ну, вряд ли. Я же говорю, молодая генераль, она всегда создает свой образ жизни, свой образ мысли и свой стиль жизни. И это трудно регулировать. Это и не нужно регулировать. Молодежь должна идти своей дорогой. Новое время, новые вызовы, новые поведения. Я говорю сейчас про принципиальное отличие в чем? Принципиальное отличие, сейчас, скажем, проводили мы исследования, вернее, не мы, а группа ученых Российской академии образования, они провели пятилетнее исследование детей, различив прежде всего физическому развитию. Они отстают слабее дети, нынешнее поколение детей, слабее, физически слабее своих сверстников лет 20-30 тому назад. Но они интеллектуально развитие, чем их сверстники 20-30 лет тому назад. Понимаете? Вот в этом плане, в физиологическом плане они такие. А как мышление? Мышление, мы не можем сказать, правильное мышление, неправильное мышление. Опять-таки, мы можем выдвигать, как взрослые, идею прагматизма, идею конкурентоспособности. Мы можем продвигать культ знаний и так далее. Да, вот через программу Рухани Жангруб, мощный инструмент, я хочу сказать, да, вот социализации нашей молодежи в первую очередь. Ну и взрослые должны социализироваться в этом плане. Так что отличаются. Я бы не сказала, что кардинально отличаются. И молодежь живет в той мире, в котором ему удобно и комфортно. И понятно. Это может быть нам, взрослым, непонятно, в каком мире они живут. Но это их образ жизни. Они едят чипсы сейчас. Понимаете? Для меня это катастрофа. Но физиологически дети уже приспосабливаются к этому. Я не призываю, что, конечно, все едут чипсы. Я просто пытался выяснить, какие у нас есть боли, проблемы, которые нужно на акцент сейчас сделать. А тоже физическое развитие, да, например? Вот прежде всего критическое развитие. Критическое мышление. Критическое мышление. Это стараться не механически заимствовать чей-то опыт, не копировать чей-то опыт, а критически относиться к этому опыту и сказать, насколько это приемлемо для меня. Вот о критическом мышлении можно говорить. Ну, тоже очень сложный вопрос. Вот только в физиологии и только, возможно, где-то в психологии, возможно, какие-то различия есть у детей и у нынешней молодежи. Безусловно, мы отличаемся от них. Но вот я еще раз хочу сказать, интеллектуально они более развитые, чем мы, например, в свои годы. Согласен. Это так, на самом деле. Можно вот такой вопрос. Сейчас он очень актуальный. Подростки, выпускники школ сейчас перед выбором стоят. Может быть, одним из важных выборов в их жизни. Какую профессию выбрать? Вот что вы посоветуете со своей стороны? Ну, где-то с класса, начиная с седьмого класса, они где-то начинают ориентироваться уже. В первую очередь, вообще поддерживать их интерес. Природный интерес ребенка. Природная любознательность ребенка. Родители и учителя могут увидеть способности, склонности. И если вот это все объединить, то можно как-то построить траекторию, скажем, будущего ребенка. Но при выборе профессии ребенок должен руководствоваться собственным мнением. Понимаете? Другое дело, что если они привыкли безответственности относиться, опять-таки, прагматизм. Понимаете? Безответственности относиться, привыкли к жизни, то они пойдут просто так. Возможно, факторов очень много. Там и выиграть грант. Ну, тоже, возможно, цель какая-то, да? А на самом деле выбирать профессию сегодня очень сложно. Надо уметь, как сказать, приобретать в течение обучения в школе те навыки, которые бы позволили ему менять профессию. Профессии меняются сегодня. Вот сегодня он, например, поступил, 4 года обучается в бакалавриятии. За эти 4 года профессия может исчезнуть. То, чем он 4 года там обучался. Техническая революция делает свое дело. Да, вот оно. Смена профессии сейчас идет быстрыми темпами. Вы даже не представляете. Мы вот... Трудно это осознать. На самом деле это так. Так, смена профессии, но все время появляется новой профессией. И в этом плане ориентировать, может быть, не столько на саму профессию конкретную какую-то ребенка, да? А на область каких-то профессий. Область, где он может применять свои способности и склонности. И личные интересы. Мотивация, прежде всего, мотивация. Понимаете? Очень сложно выбирать профессию на самом деле сейчас. Но выбирают, идут. И дай бог, чтобы... Навыки важны. Навыки. Навыки обучения в течение всей жизни. Чтобы я мог, например, да, через 2 года обучения в университете, если я понял, что это не мое, чтобы я мог уйти на другую траекторию. Это уже задача вузов, например, да? Уйти на другую траекторию и следующие 2 года использовать уже... Ну, те полученные 2 года тому назад знания используют, что в другом русле. Понимаете? Вот эта гибкость, мобильность, активность. Вот эти мягкие навыки нам нужно сейчас прибивать нашим студентам. Я пока вижу выход только в этом. Спасибо. Вот давайте уже у нас мало времени осталось. Последний вопрос. Вот мы говорили про добропорядочность. Это как один из эффективных методов противодействия коррупции. То есть человек, когда у него добропорядочное мышление, он даже в мыслях не допускает взяточничество, брать взятки, давать взятки. Вот на что упор вы делаете по привитию добропорядочности среди ваших сотрудников? Ну, понятно разъяснение, да, что коррупция – это всегда плохо. В коррупции, как правило, принимают всегда две стороны. И виноваты обе стороны. Понимаете? Есть взятка датель, есть взятка взяточник. Не бывает одного человека. Понятно, пресекается мисс Деннинг со стороны преподавателей. Это пресекается, но, например, выражается публично акт недоверия какому-то преподавателю. Со стороны руководства, со стороны коллектива преподавателей. Это мощный механизм, когда мы публично говорим, что мы вам выражаем акт недоверия. Понимаете? А тут самое главное – студент должен понимать свое собственное достоинство. Он не должен унижаться и покупать за какие-то деньги пустышку. Пустой экзамен, пустая оценка. И за это платить деньги – это крайне… Ну, ты непрагматичный, опять-таки. Недальновидный. Да. Зачем платить деньги, если ты пустышку покупаешь вместо диплома? Вот о чем я хочу сказать. Если пятерка – это заработа на тобой пятерка, ты сам себя начинаешь уважать и радоваться. А как только ты начинаешь где-то обходить законы, то это дискомфорт. Это плохо. Спасибо. Спасибо за то, что вы отвечали подробно, интересно. Время нашей передачи закончилось. Это была программа «Арымбар». Мы выходим каждый понедельник, среду и пятницу. Спасибо за внимание. Спасибо.